После выхода этого видео, вероятно, опять появится какое-нибудь разоблачение, из разряда Кретов продался Дзен, Дзен доплачивает Кретову, Кретов сотрудничает Дзен. А всё потому, что раз я рассказываю про то, как заработать за одни сутки 11 тысяч рублей на Яндекс.Дзене, значит, наверное, я так заработал. И, наверное, уж если у меня получилось один день, значит и другие дни тоже были неплохими. Но всякие теории заговоров о тайном сотрудничестве, о доплатах, о том, что кто-то там блатной, не блатной, мы сегодня оставим за кадром, а поговорим о том, как это сделать, как так получилось. В общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Итак, а началось всё с того, что в предыдущем видео я рассказывал о новогодних праздниках, о том, что для заработка это не самая благоприятная пора, о том, что доходность падает, рекламодатели тратят меньше денег, меньше дочитываний, люди занимаются отпуском. Тем не менее, на пульсе эта ситуация сохранялась, то есть заработать там было довольно проблематично. На Яндекс.Дзен уже в неделю после нового года у меня стали расти дочитывания, у меня стали расти показы. Может быть, это связано с тем, что Яндекс.Дзен изменил свою политику, и теперь очень многое зависит от подписчиков, может быть, какая-то другая причина, может, людям стало скучно. Тем не менее, показы и дочитывания на Яндекс.Дзен в новогодние именно праздники у меня на тот момент не так сильно проседали, но в целом приходило вот стандартно для Яндекс.Дзен, для одного канала у меня на тот момент где-то по 1000 рублей, по 800 рублей. Все резко изменилось, когда праздники закончились. То есть в первый же день, это был понедельник, 10 января, я опубликал статью, и можно сказать, она выстрелила. Причем выстрелила очень хорошо, просто взлетела. И, естественно, через два дня, баланс обновляется через два дня на Яндекс.Дзен, мне приходят 5000 рублей. Если быть точным, 5518 рублей. Но я понимал, что это не предел, потому что показы-то продолжали расти и, соответственно, дочитывания. На следующий день мне пришло 11 175 рублей, на следующий день 9 493 рубля. Как видите, эти показатели не то, чтобы один день пришло, и все, и остальные дни у тебя прям просадка сильная. Понятное дело, что такой неплохой доход дает в основном какая-то одна хорошая статья. Но помимо этой хорошей статьи, у меня было еще несколько статей, которые набирали там более сотни тысяч дочитываний. Которые, скажем так, ее поддерживали. Вот, в следующий день мне пришло 7819 рублей. Нужно тут заметить, что в предыдущий день мне как раз заблокировали одну статью за язык вражды, которого там не было. То есть я, соответственно, написал сразу же в техническую поддержку, сказал так и так, посмотрите, разберитесь, здесь явно нет этого языка вражды. На что мне ответили, да, мне понадобится время, там, по-моему, чуть более суток они разбирались. Потом извинились, сказали, да, все в порядке, статья скоро продолжит крутиться. Мне единственное, не нравится, непонятно, сколько они будут отвечать. То есть я в этот же день выпускаю еще одну статью. У меня, получается, разблокируют ту статью, она начинает крутиться. И одновременно с этим начинает крутиться и статья, которую я только что опубликовал. В какой-то мере они между собой конкурируют. Если бы я знал, что ее разблокируют в какой-то конкретный момент в такое-то время. Если бы был уверен, что разблокируют. Потому что мало ли к чему может Дзен придраться. Я бы, конечно, как-то подгадал время, чтобы статьи между собой, мои как минимум статьи, не конкурировали. Но угадать не получается. К счастью, не каждую статью на Дзене блокируют. Но, тем не менее, алгоритм пока работает не идеально. Надеюсь, они с этим разберутся. Ну так вот, опубликовал статью, разблокировали старую, стали сразу две статьи крутиться. На следующий день мне пришло 4824. Конечно, не 11 тысяч, но тоже неплохо. Многие эти деньги не могут заработать. Ну и на следующий день сегодня мне пришло 3429 рублей. Понятное дело, что показатели снижаются. Это обусловлено тем, что старые успешные статьи, которые я опубликовал, которые людям понравились, и которые они читали, репостили, кидали друг другу, ставили нравятся, комментировали. Они как-то начинают меньше крутиться. Соответственно, нужно писать новые такие же успешные статьи. В конечном итоге, скорее всего, этот всплеск устаканится. Будут показатели намного меньше. Но кто сказал, что этот результат нельзя будет повторить? Дзен, он вообще такая штука волнообразная. То есть то взлет, то падение, то взлет, то падение. Когда падение, просто нужно задуматься о том, что еще написать, посидеть, подумать, поработать. И вот уже вновь что-то получается, вновь что-то, скажем так, взлетает. Если смотреть на общую картину, то вот она. Вот о чем я говорил. 11 января 800 рублей, по 800 год рублей, потом приходит 5518, потом приходит 11175 рублей, 9493 рубля, 7819, 4824 рубля. И вот сегодня это у нас 3429. Теперь немного о том, как повторить данный результат. Понятное дело, что если у вас новый канал, вы его только что завели, выбрали для него тематику, начали публиковать такие статьи, то у вас даже нет монетизации и заработать на этом вы не сможете. Для начала нужно получить монетизацию на канал. Некоторые покупают сразу же монетизированные каналы, но там есть проблема. Непонятно, кому он раньше принадлежал. Возможно, это была какая-то сеть каналов. И если в этом случае забанят какие-то другие каналы, и все они принадлежали одному автору, то, скорее всего, под санкции может попасть и ваш вот этот канал, который вы купили. По этой же причине не стоит продавать свои монетизированные каналы, которые вы вывели на монетизацию, потому что непонятно, в чьи руки попадет и что будет публиковать данный человек на этих каналах. В общем, оптимальным вариантом для безопасности, потому что если вы будете зарабатывать хорошо на канале, то в дальнейшем хорошо бы, чтобы он был в безопасности. Так вот, для безопасности лучше завести самому, оформить полностью на себя, со всеми документами, со всеми требованиями Дзена. Помимо этого, нужно пройти проверку Дзена. Мало набрать необходимые минимум минут, нужно, чтобы канал прошел проверку. Для этого лучше не нарушать никакие правила, несмотря на то, что Дзен сейчас говорит о том, что правила эти будут меняться. На данный момент пока существенных прям изменений каких-то нет. Понятное дело, что контент в первую очередь показывается подписчикам, но подписчиков еще нужно набрать. То есть выбираете тематику и соблюдаете правила Дзена. Подробно сейчас на правилах останавливаться не буду, но тут важно понимать, что контент желательно публиковать на одну тематику, потому что канал обо всем это одновременно канал ни о чем, и люди просто не будут подписываться. А как объявил Дзен, подписчики теперь самое главное на Дзене. То есть в первую очередь контент будет показываться подписчикам, если они заинтересованы, контент будет крутиться дальше. Дзен даже ввел заработок на подписчиках. Так вот, первая причина, почему именно мне удалось заработать такие деньги на своем канале, это подписчики. Давайте посмотрим, сколько их там. На данный момент более 44 тысяч с половиной. То есть, соответственно, аудитория у меня тоже миллион шестьсот. Бонусы я вообще не трачу. Дочитывание и просмотры, статистика канала за 30 дней. Дочитывание и просмотры 2 миллиона шестьсот сорок шесть. Показы 19 миллионов и общее время 169 тысяч. То есть, довольно неплохие показатели. Как я уже сказал, подписчиков на канале почти что 45 тысяч. А это, наверное, на данный момент один из главных секретов хорошего заработка, ну и вообще успешности канала. Чтобы вам это доказать, смотрите, у меня на канале реклама не самая дорогая. То есть, почему-то моя тематика, она такая, не самая оплачиваемая. Так вот, что у нас по показам и дочитываниям? Можно перейти в раздел статистику и посмотреть. В пике у нас было где-то практически 350 тысяч дочитываний. Отличный просто результат, но вот в остальные дни там тоже 180, 190, 220. Это число дочитываний за день. Какие деньги за эти дни пришли, я вам уже показал. То есть, это 11 тысяч, это 9 тысяч, это 7 тысяч. Ну, как бы подробную статистику вы уже видели. Тут соотнести и посчитать не так сложно. Многие думают, что такие цифры реально набрать только на каких-то прям желтушных темах непонятных, которые там из разряда бабок и коллекторов, на самом деле нет. Статьи, на которых я набрал, были серьезные, длинные, со ссылками на источники. Причем я их перепроверял, смотрел, на что-то там ссылался, думал над заголовками. И сами статьи, как я уже сказал, не коротенькие были, а вполне себе приличные длинные лонгриды. Чтобы примерно оценить объем, ну смотрите, я обычно вставляю по одной картинке на 3-4 абзаца. То есть, абзацы на экране вот такого размера, то есть, они не самые маленькие. И вот 3-4 абзаца, картинка, 3-4 абзаца, картинка. И на одну статью уходило где-то 5 картинок. Получается, у хорошей статьи большое время дочитываний. У нее, поскольку она написана качественно, а не так, на коленке, есть свои читатели, которые ставят ей нравиться. Получается, я сидел, думал над заголовком, который заинтересует людей, и поэтому они по ней кликали, и у нее высокий стер по всем параметрам статья хорошая. А на хорошей статье не так уж и сложно набрать огромное число дочитываний. Как минимум люди переходят, как минимум люди читают, как минимум люди пересылают друг другу. То есть, о чем это я? По-быстренькому что-то написать на коленке и заработать на этом деньги не получится. Нужно работать, нужно стараться, нужно думать над тем, будет ли это интересно вашим подписчикам, если у вас канал на одну тематику, а он примерно должен быть на одну тематику. Ну и самый главный вопрос, который нужно себе задать после того, как ты написал статью, а стал бы ты сам это читать в ленте? То есть, вот своя статья, свой заголовок, ты листаешь, естественно, тебе эта тема интересна, раз ты на нее пишешь. Так вот, стал бы ты читать эту статью? Узнал бы ты что-то из нее новое или интересное? Если бы просто был сторонним наблюдателем, если бы просто пролистывал ленту. Если нет, то зачем ты это вообще писал? Это камень в огород тех, кто пишет 5 секретов успеха. Никто не будет это читать. Таким образом, для заработка на Яндекс.Зен нужно на самом деле начать делать качественный контент, но это будет только первым этапом. То есть, как я уже сказал, заработать по-быстрому здесь теперь не получится. Нужно развивать свой канал будет, нужно набирать будет большое количество подписчиков, и тогда уже можно говорить о каком-то серьезном заработке. Вот, какие-то быстрые хайповые темы, возможно, и будут выстреливать, но, опять же, их использовать стоит как раз для набора подписчиков, а не для заработка. И нужно смотреть, чтобы они, опять же, не нарушали правила. Вот, никаких тайных секретов и волшебных средств здесь не существует. Возможно, этим откровением я кого-то разочаровал, но, тем не менее, чтобы заработать, нужно работать. Вот, ну, а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится. До новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok